Некольская гора Для того, чтобы попасть в это место, выбираемся до трассы Ульяновск-Саранск и едем до поселка Сурская Сурская нас встретила красивыми старинными зданиями, ароматами сиреней и огромным количеством народа, приехавшего на великий праздник 22 мая празднуется День Николая Чудотворца или Николая Вешнева Это воистину народный праздник Сегодня тысячи верующих устремились в легендарное место Ульяновской области, Никольскую гору, расположенное на окраине поселка Сурская Именно здесь, в 16 веке, произошло явление Николая Чудотворца, который своим грозным видом, держа в правом руке меч, а в левый православный храм, остановил войска кочевников С тех пор это место считается святым для каждого православного человека И именно в праздник Николы Вешнева сюда приезжают тысячи паломников, не только из Ульяновской области, но и из многих регионов России Впрочем, история горы намного древнее Раньше эта гора называлась Белой из-за меловых склонов На самом деле, люди здесь начали селиться еще тысячи лет назад В 4-7 веках нашей эры, на веловом берегу Суры, под Никольской горой находилось поселение именьковской культуры По мнению некоторых исследователей, основным населением культуры были православяне То есть, один из этносов, принявших участие в формировании славянской народности в Центральной России Во времена Ивана Грозного здесь было основано Промзино-Градище А это речка Промзо, именно она дала название селу И раньше она называлась Промзино-Градище или просто Промзино Примерно через 50 лет после основания Градища произошло очередное нашествие К реке Сура приблизились кубанские татары Однако время шло, а переправляться кубанцы как будто боялись Тогда к ним в стан был отправлен лазутчик, чтобы понять, что с ними происходит Татары указали на горы, на которой стоял старик, озаренный светом Держащий в правой руке меч, а в левой православный храм Рядом находился воин с огненным лицом, на белом коне и с компьем в руке Столь удивительное явление было истолковано татарами, как дурной знак, предупреждающий их о поражении и смерти И развернув свои войска, они быстро отправились в Освояси На том берегу реки Сура находилось войско корчевников Они собирались переправиться через реку и уничтожить местный промзинский гарнизон Вернувшийся русский воин поведал произошедших поселенцам, которые незамедлительно направились на Белую гору Он ехал на коне, а остальные шли за ним На самой вершине конь споткнулся и встал на колени В попытке поднять коня на ноги ни к чему не привели Воин спешился и увидел, что конь стоит на коленях перед наполовину засыпанной землей иконой Николая Чудотворца Икона была тут же откопана и принята народом с большим благоговением Где-то на этой тропе и была найдена чудотворная икона Николая Годника Так в Промзине, да и по всей России, получило широкое распространение празднования памяти святого чудотворца Николая Мерликийского А Белая гора стала называться Никольский Позднее на горе была построена часовня Первая часовня появилась здесь в 1862 году Именно здесь хранилась чудотворная икона Однако в 1930 году часовню снесли Пропала и сама чудотворная икона На праздник Николы Вешнева здесь всегда собирается много народа Здесь проходят памятные службы Однако существуют и некоторые местные традиции Считается, чтобы искупить свои грехи Необходимо подняться от святого источника на самую вершину по очень ответственному склону Причем нельзя пользоваться ничьей помощью Другая традиция – это целовать крест на месте явления Николая Чудотворца Считается, что Никола может помочь в любых бедах и чаяниях Излечить от любых болезней и наставить на путь истинный Есть еще традиция собирать Николин день на вершине камушки и цветы В дальнейшем их используют как чудотворное лекарство Смотрите, сколько ленточек развешано на кустах и деревьях Каждая ленточка – это загаданное желание Это совсем не православная традиция, а скорее языческая Но место имеет такую энергетическую силу Что даже язычники обращаются здесь за помощью к высшим силам А в советские времена началась дикая борьба с религией Верующие все равно стали ходить на Никольскую гору Тогда советская власть решила снести эту гору И притащила сюда трактора Однако тракторист не смог удержаться на склоне И трактор повалился вниз С трудом зацепившись за деревья Тракторист выжил, но большую гору оставили в покое А теперь спустимся к подножию горы Здесь расположен самый известный святой источник в честь Николая Чудотворства Вода здесь с очень большим содержанием железа И почти все берега ручья буквально залеплены ржавчиной В 1622 году на этом месте, около святого источника Беррол организован первый женский монастырь Организовал его старец Паисия Однако просчитывал он недолго Уже в 1764 году он был закрыт Дело в том, что этот монастырь подвергался многократным разграблениям Со стороны местных разбойников От монастыря давно ничего не осталось Все надворные постройки и храм разобрали И перенесли в другое место еще в 18 веке Теперь сюда приходят люди, чтобы напиться И набрать домой святой водицы Самой чудотворной водицы в округе Впрочем, рядом с городом есть еще несколько святых источников Для этого мы поднимаемся к горе И идем около километра по хорошо накатанной дороге В советское время купаться в святых источниках запрещали И в лесах ставили настоящие загран-антряды из милиции Однако верующие делали крюк в несколько километров Но все равно приходили к этим святым местам К этим святым родникам Здесь находятся сразу две раздельные купели Мужчины и женщины могут купаться параллельно К первой купели стояла совсем длинная очередь И я решил искупаться по второй, находящейся дальше в лесу Искупаться в святом источнике считается традицией посещения Никольской горы Многие люди, приходя сюда, купаются нагишом На самом деле это не совсем правильно Обычно в старые времена купались в специальных рубахах После чего эту рубаху берегли для особых случаев Только в случае болезни верующий надевал рубаху, в которой купался И болезнь отходила За этот день мы получили огромное количество положительных эмоций И хороший заряд энергии Мы прощаемся с Никольской горой Я очень люблю это место Но на этом у меня есть свои личные причины На этом все, до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова